На этой неделе мы читаем, что нельзя мучить человека, женщину, у которой, не дай бог дураш, что ее муж умер, это вдова, и нельзя ятомим, не нужно мучить детей, которые остались сиротами. Но почему-то это написано во множественном числе, не мучайте, то есть не делайте нехорошее, почему написано во множественном числе? Очень интересно, что не будет много людей, человека мучить, но ответ очень мудрецы в Торо нас учат, что когда человек мучает один и другой видит это и не останавливает, он тоже является, да, он является тоже криминальным в этом мире, что он тоже является мучителем, то есть не нужно говорить, я же, да, это соучастник, да, соучастник, то есть я же этого не делаю, или же зачем мне нужно лезть в чей-то чужой бизнес, видимо, она ему там что-то насолила, если он ее мучить, или эти дети, да, видимо, не послушались, сразу этот, но мы должны встать и сказать, потому что еврейство всегда это fair, и когда мы говорим, что мы higher, как Всевышний нас поднял выше, это значит, над всеми народами, это не значит, что мы стоим выше народов, это значит, что наша ответственность намного выше, чем у других народов, мы должны показывать пример, как показывать, как нужно быть ответственным человеком, ну, хай, на этой неделе мы тоже говорили про нельзя готовить козу в молоке матери, нельзя готовить козленка в молоке у своей матери, и поэтому у нас, кстати, закон появляется, нельзя кушать молочное и мясное, ну, а что курицу в мясе, вообще курица в мясе, по торе, дети, какой проблем, по торе, это по библиоте, в молоке, да, курицу в молоке, но мудрецы сказали, раз курицу в молоке, чем люди будут кушать, тогда скажут, а, ну, тогда, значит, и мясо можно в молоке, потому что курица тоже в мясе, и поэтому мудрецы сказали, даже курицу в молоке мы не делаем, мы с Эфардой даже рыбу с молоком тоже не смешиваем, а нам кушаем рыбой рыбой? Нельзя, нам можно кушать рыбой отдельно, а потом сверху можешь рыбу кушать, или же нельзя рыбу кушать вместе с кофе, который имеет молоко, можно сначала это, сразу можно, после этого сразу, даже не нужно розовый, даже полоскать, но вместе не делаем, это только минхак, ашкеназы это делают, но с Эфардой не делают, это не хамаха, это минхак наш, 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 anyway, ну, раз уже говорили про козла, давайте я одну историю расскажу, которую мы все знаем, однажды молодой человек приходит к рыбе и говорит, рыбе, у меня дома очень тесно, много детей, маленькая комнатушка, джойна дорам, чхорку нам, пожалуйста, помогите, нет у меня средств для того, чтобы побольше взять квартиру или это, тут маленькая комнатушка в России, мы все живем, 8 детей, я не знаю, рыбе говорит ему, знаешь что, что у тебя еще дома есть, ну, говорит, во дворе у меня есть козленок один, он возьми козленка, заведи его внутрь, пусть живет вместе с тобой, ну, знаете, хасиды, то, что рыбе говорит, они обязательно это делают, приходит, он козленка заносит, и потом говорит, приходи ко мне через 2 недели, завез козленка домой, и этот козленок дома, вы знаете, козленок не знает, как в туалет ходить, козленок не знает, и кушает, и этот, и там воняет иногда, да, и тогда ему надоело, так ему неудобно, еще хуже стало, через 2 недели он приходит, говорит, рыбе, у меня, говорит, проблема, еще хуже стало, теснее, он говорит, еще теснее стало, ну, тогда, говорю, возьми козленка, Выведи обратно во двор Вывел во двор, говорит, через две недели приходи Вывел во двор, через две недели приходи Говорит, Рэбби, такой кайф стал Как хорошо, да Мне очень хорошо И поэтому, когда мы жалуемся На свою ситуацию Это все, Эйнштейн, да, говорил Что все относительно Это относительно чего? И, конечно же, мы должны вспоминать Про козленка, давайте занесем домой Козленка и сразу Даже не домой, а во двор Сразу же все старе на свои места И сразу человек will appreciate То, что у него есть Барахану, Найля, Олям Азан, конечно, да Азан, ребей, ханам, я